Приветствую вас! Согласно рейтингам борьбы с коррупцией Украина заняла в мире 130 место. Ну, скажем так, почетное место практически в самом низу. Но здесь более интересно не само место, а баллы. Ну, чтобы вы правильно поняли, борьбу с коррупцией оценивает баллы. Вот, очень такая уважаемая международная организация присвоила Украине 27 баллов. Чтобы было понятно, вот если коррупции вообще нет, это 100 баллов. Ну, у нас все-таки, оказывается, есть 27. В том году было 26 баллов, по-моему, в 13-м году 25 баллов. Понимаете, конечно, ситуация, если вы скажете, минутку, а как же так? У нас же уже два года, вся украинская там, президент, премьер, депутаты, боже, эксперты, юристы, борются с коррупцией. А она, как было, как и осталось. Правда, смешно? Ну, здесь надо это долго же говорить. По большому счету, мы сами понимаем, что, конечно, никто с коррупцией в Украине не борется. Борется за власть, делит власть. Ну, понятное дело, лозунг борьбы с коррупцией очень популярный. Его часто используют, создают новые структуры, меняют старые. Но коррупцию, фактически, никто не меняет, потому что сама система не меняется. Это снова же коррупция что? Система. Систему никто не менять не будет. Те же госзакупки. Те же различные злоупотребления государственным бюджетом. Все это как было, так и есть. Да, поменялись люди, поменялись крыша, кураторы, смотрящие, но не поменялись методы. И на сегодняшний день, действительно, Украина как была, так и осталась такой же коррупцией страной, которая была при Януковичей. И могу сказать точно, даже если сейчас поменяется и президент, и премьер, все остается как есть, систему никто не меняет не хочет. Она очень удачно устраивает и власть, и бизнес, и самих украинцев. Так что не надо менять то, что хорошо работает. Ну, можем всех поздравить, 130 место. Слово и сказано, Гондурас. Гондурас выше стоит. Гондурас, по-моему, 116 место. Так что извиняемся, но мы не Гондурас.